Царая текстовиция очень более сложная. Она будет следствием из-за того, что доказанной теории. Вот давайте посмотрим, что бывает, когда кривых не две, а только одна. По-прежнему это должна быть кривая в общем положении. То есть, например, она не может себя в одной точке пересечь и раз в честь кем-то пройти. И давайте такую же табличку составим для... Т-плюс обязательно нужно. Т-минус обязательно нужно. Т-минус обязательно нужно. Теперь, какие кривые? Ну, смотрите, окружность нам, конечно, нужна. Окружность с вмятиной нам нужна. Но давайте пусть будет еще восьмерка. Пункт Г. Он будет довольно хитрый. Ну, сделаем бы ее посимметричнее. И тогда будет вообще все хорошо. Такая штука. Вот. Такую нарисую. И тоже из книжки. Дело в том, что здесь хорошо, книжки уже посчитаны. И еще из книжки. Так, господа, понятно, что примеров много. И если бы я сейчас что-то из книжки читал, то разве с линейкой я бы поползал и вам бы быстро все делал. То есть я немножко боюсь напутать. Что? Что можно? Так же. Александр Ильич, в пункте Д надо чуть-чуть выше сделать. Ну, не общего положения. Молодец. Здесь я рисовал на одной горизонтале. Поэтому надо в одном из мест сделать повыше. Давайте даже в двух местах сделаем повыше. Все согласны, что сейчас это выглядит достаточно общим образом. Такая кривая, что у меня с ним так. Так, все, поехали. Соображаем, сколько у нас здесь чего. Внешних касательных ноль, внутренних касательных ноль. И точек самопересечения ноль. Внешние касательные раз, да? Слушайте, потрясающе. А никаких внутренних-то здесь нет. Значит, я пишу здесь один, я пишу здесь ноль, я пишу здесь ноль. И мы сразу получаем удивительные, неприятные результаты. Нету соотношения, которое было для другим. Хорошо. Смотрим сюда. Внешние касательные раз, внешние касательные два. Что-то еще, внутренние касательные есть? Нет. Замечательно. Значит, здесь будет два, ноль, здесь будет один. Так. Вот опять-таки эта картинка из книжки. Там утверждают, что есть четыре внутренние касательные. Давайте попытаемся их нарисовать. Раз. Два. Три. Четыре. Вы согласны с этим? Да, согласны. Четыре внутренние касательные. Есть. Стоп. Стоп. Так это же внешние, я нарисовал. Это не внутренние. Нет. Я неправильно нарисовал. Вот так вот. Это как раз внешние касательные. И это, между прочим, тоже внешние. Вы зря мне поверили. Ребята, это внешние касательные. Две внешние. Видите? Да. Еще одна нет. Нет. Нет, внешних тут еще много. Нет внутренних. А, вот. Вот такая внутренняя есть. Видите? У меня сейчас другой стороны такая есть. И вот такая внутренняя есть. Отлично. Четыре. Внутренние касательные. Теперь давайте количество точек самоприсечения. Это понятно. Это три. Я сразу нарушу. Теперь давайте рисовать внешние касательные. Две штуки я уже нарисовал. Согласитесь, что есть третья, есть четвертая, пятая, шестая. Есть ли еще что-нибудь. Вот шесть штуков я уже нарисовал. В нижнем утверждаю, что их восемь. Что-нибудь еще видно? Вот восемь. На самом деле вот такая. Вот такая есть еще. Да. Вы видели? И симметрично с другой стороны. Ну, не знаю, насколько я хочу сказать, понятный рисунок. В общем, их правда восемь. Их правда восемь. Теперь пошли смотреть этот уровень. Количество точек самопересечения, понятное дело, нет? Дальше. Дальше интересно. Вот дальше интересно. Раз. Внешняя касательная. Два. Внешняя касательная. Да? Что еще бывает? Три. Еще бывает четыре. Скажите, пожалуйста, еще какие-то внешние касательные есть? Раз. Два. Три. Внешняя касательная здесь. Внешняя четыре. Внешняя четыре. Точно, да? Хорошо. Вам потом успевать. Вам потом запновенность успевать. Хорошо. Дверь будет рисовать. Так. Раз внешняя. Два внешняя. Три. Совсем просто, да? Еще внешняя есть? Есть. Котель. Котель. Да? Внешние касательные есть еще? Угу. Да. Вот. Вот. Да, отлично. Отлично. Да-да, спасибо. Уже пять штук нарисовали. Уже пять штук нарисовали. Перескай, кто касается, естественно. Так. Уже нарисовали пять штук нижних. Точек самопересечения сколько? Две. Точек самопересечения две. Так. И, господа, сколько внутренних касаний? Котель. Смотрите. Вот такая есть. Раз. Такая есть. Два. Еще есть? По-моему, нет. По-моему, нет. Отлично. Итак. Раз, два, три, четыре, пять. И две. Субтитры подогнал «Симон» 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 Если бы вы тормозили, вы бы ничего не сделали. Но чуть-чуть, так сказать, действуя в карпетикулярном направлении, вы добиваетесь, что вся конструкция поворачивается и побежала куда вам надо. Поняли? Тот, кто, что называется, мейнстрим, кто со всеми, кто большинство, не определяет развитие. Развитие определяет тот, с вашей точки зрения, идиот, который думает и который их соображает. Надо вот сюда или надо сюда. Тот, кто управляет процессом, управляет направлением движения. Так вот, ребята, вот эта вот точка обладает замечательным свойством, что вот здесь касательно верхнюю часть, а здесь касательно и нижнюю часть. А вот здесь есть такое замечательное место, где перегиб. Касательное изменяет, вот здесь она была в эту часть проскости, а здесь в эту. Точка перегиба. И вот оказывается, что как только мы с вами будем у наших кривых учитывать не только внешние касательные, внутренние касательные и точки самопересечения, как только мы будем у них учитывать количество точек перегиба, так мы получим закон, почти такой, насколько вот эта формула, которая, повторяю, называется теорема Фабрициус и Белье. Это, кстати, один человек. Фабрициус и Белье – это фамилия одного человека. И вот, давайте количество точек перегиба обозначим какой-нибудь буквой, чтобы было, как в книжке, это будет буквой им. Количество точек перегиба здесь, конечно, ноль. А вот здесь, между прочим, очевидно две точки перегиба. Теперь, смотрите, что у нас здесь. Здесь обязательно есть перегиб в каком-то месте и здесь тоже самое обязательно есть перегиб. Так что здесь тоже две. Идем-идем-идем-идем-идем. Здесь тоже есть точник перегиба. Ну симметрично здесь есть patch перегиба, две точки перегиба. Теперь, еще есть? Нет. Сейчас, а вот здесь вот? Там не точка перегиба. Здесь не перегиб, не перегиб, не перегиб, не перегиб. Здесь перегиб. Да, две. Оказывается, их всего-то две. Так, функция D. Есть здесь точки перегиба или нет? А нет. Здесь все время с одной стороны. Здесь вообще ноль. И теперь в этом пункте. Очевидно, где-то здесь меняется направление в какой-то такой точке, да? Я не знаю, где точка, это зависит от того, как рисовали, но примерно где-то здесь. Две. Что? Две. И здесь где-то, да? Вот примерно такие две точки перегиба. Отлично. А вот теперь, господа, у нас возникла задача, которую в вашей жизни что-то часто надо будет решать. Вот у нас есть какая-то числовая таблица. Нужно придумать закономерность. метод последовательного исключения Гаусса. Идея такая. Нас интересует закономерность. Метод Гаусса последовательного исключения. Когда все ноли мы, конечно, ничего не делаем, здесь, здесь единица, здесь лук. Упростим таблицу. Что это значит? Введем новую строчку. Здесь будет тоже ноль. Заметьте. Это то, что я потом уже могу не учитывать, да? Вот это, два раза вычитаю, здесь будет минус два. Это два раза вычитаю, будет минус четырнадцать. Это, конечно, настораживает. Ничего. Два раза вычитаю, будет минус восемь. И два раза вычитаю, будет тоже минус восемь. Ребят, смотрите. Мысленно можно считать, что вот этого теперь уже нет. А имею дело я с такой строчкой. Что стало лучше? Это все нули. Это все нули. И эту строчку я уже никуда используюсь. Все. А вот теперь здесь. Здесь у меня единица. А здесь у меня минус двойка. А я знаю, что делать. Надо эту минус двойку уничтожить. Для этого вот эту строчку, этой строчкой называется d. Надо прибавить два раза. Пишу. И минус два D плюсиковая плюс два D. Здесь будет 0, здесь будет 0, здесь будет 0, понимаете, да? Два раза на давай, два раза прибавляю, здесь будет минус восемь. Два раза прибавляю – – 4, 2 раза прибавляю – будет минус4. так отлично отлично а теперь смотрим что я могу теперь уже не смотреть на эту строчку могу не смотреть на первую третью могу не смотреть на первую третью рассматривать я должен только вот эти числа 4 2 2 и минус 8 минус 4 минус 4 какая есть на них закономерность все понимают вот это число как соотносится с этим умножение на минус 2 умножение на минус 2 значит закон для двух кривых 2 кривые 2 кривые вот какой закон а одна кривая закон более хитрый я получил формулу которая верна для пяти примеров и которая выглядит довольно похоже на то что было вот в теории про 2 кривые так пока все понятно вот ребята что прочим в этот момент вы должны понимать почему было тяжело этому самому фабрицу субъявия и почему эту теорему что называется вот так долго не открывали потому что чисел 4 и и закономерность совершенно не такая уж простая из-за того что я вам сейчас рассказал про две кривые а когда закономерность гораздо более понятно всего три числа я смогу это рассказать их форму фабрицу в двери доказывал сразу вот эту теорему имея дело с одной кривой и поэтому рассуждение там было чуть более сложное она тоже была с фонариком но чуть более сложная чем я вам сейчас расскажу господа смотрите что я сейчас должен сделать я должен получить вот эту теорему в качестве следствия из этой то есть я уже знаю про две кривые что такое закупили я должен сейчас получить для этого нужно придумать как одну кривую что называется превращать в дверь идея очень простая вот идемте сюда смотрим на картину вы помните что можно взять вдоль кривой направление движения да идея такая давайте договоримся вдоль этого самого направления на чуть-чуть точку сдвинуть ну то есть у нас в каждом месте есть скорость и нарисуем точку где мы окажемся если вы прошли сотую долю секунды тогда получится так мы везде здесь откладываем в одном и том же направлении и у нас получится окружность чуть чуть больше в радиус согласно или если бы мы в ту сторону то получилось бы та же самая окружность да просто получилось что-то по-другому в данном случае в какую сторону не важно так здесь интереснее смотрите когда я откладываю то я пойду здесь здесь а вот интересно что будет когда замечательная совершенно вещь когда я я иду я пойду на самом деле здесь внутри а дальше я пойду нет вот такая кривая соответствует получается по нашему теперь давайте я пытаюсь для восьмерки нарисовать господа смотрите здесь я иду с внешней стороны все время иду с внешней стороны с внешней стороны дохожу сюда иду опять вот так вот иду 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 и в какой-то момент сюда теперь нужно обязательно разобраться насколько имеет смысл здесь и прекрасные кривые рисовать потому что мне кажется что смысл уже понятен вы так вот обходим 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 но в тот момент когда возникает очень перегиба впрочем она здесь не возникает в тот момент когда возникает и мы через нее должны все таки наверное нарисую здесь ладушки везде нарисую итак что такое наша красная кривая из точки перегиба она выходит и идет вдоль идет 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 в точке перегиба она вот так вот проходит мы должны понять как вот это вот красная кривая наш если вы сейчас это не понимаете это означает что вам надо просто что называется пересмотреть но понятно то чтобы раньше потому что вот вот так вот получается крива ну я специально дальше рисую чтобы лучше пон Case видно так вот господа мы сейчас в этих обозначениях для одной кривой Посчитаем те числа для белой и красной кривой. Вот для старой и для новой. Смотрите, у кривой есть такие параметры. Давай, давайте я перечислю. Д плюсиковое есть. Это количество внешних касаний. Есть. Д минусиковое. Количество внутренних касаний. Отлично. Что еще есть? То есть количество точек самопересечения. Правильно? И количество точек береги. Вот есть у любой кривой такие четыре числа. Сейчас вопрос. А у красной и белой, у построенной кривой и у старой. Скажите, пожалуйста, сколько будет точек пересечения? 0. Сколько будет внешних касаний? Сколько будет внутренних касаний? 0. Что они слышат? 0. Неправда. Смотрите. Каждая точка перегиба дает пересечения. Разве нет? Да. Давайте эти числа будем маленькими буквами обозначать. Итак, у двух кривых пусть будет D маленькая плюсиковая, D маленькая минусиковая и D маленькая. Давайте посмотрим, в каком случае красная кривая пересекается с D. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Это и большое плюс 2D. Это и большое плюс 2D большое. Вот надо, чтобы все сейчас это поняли. Смотрим на картинку. Пересечение, вот здесь особенно это видно, пересечение возникает везде, где был перегиб. Потому что мы с одной стороны идем до точки перегиба и переходим в другую сторону. Перегибы надо посчитать вот прямо так. Теперь по поводу точки пересечения. Это в некоторых местах у нас здесь было. Видите здесь? Кривая белая пересекала. И она сдвинулась и в результате красной. Получается простая штука. Получается такой вот белый крест и получается красный крест. Видно ли это? Вот белый крест и красный крест. Вот это линия параллельно здесь, это линия параллельно здесь. Совершенно ясно, что возникают две точки пересечения. И так в каждой точке самое пересечение нашей кремой. Да, вот здесь вот белое и красное. Вот здесь вот было белое и красное. И здесь две точки. Отлично. Теперь давайте помнить, что же происходит с Т плюсиковым и Т плюсиковым. Как вы считаете? Вот была у нас внешняя красавица. Что с ней происходит? Ребята, давайте. Вот она была, она касалась кривой. А теперь можно провести вот так, а можно провести так. Согласны? Да. Это касательный растворивается. Дошло или нет? Дошло. Дошло. Отлично. Теперь смотрим, что происходит с красательной внутренней. Дерна внутренняя касательная, белая-белая. А их можно как провести? Можно провести от красной к белой, а можно провести от белой, вот здесь вот от белой к этой красной. Согласны? Да. Ребята, давайте. Дай мне твой вопрос. Каждая касательная превращается на самом деле в две. Потому что, когда взаимодействует белая с красным, то можно белая с красным, а можно красная с белым. Отлично. А сейчас наступает время алгоритма. Я должен подставить вот эти величины в закон, который у нас есть. Помните закон, который у нас есть? Т плюсиковая это Т минусиковая плюс Т маленькая. Так, поскольку это очень важно, то я прямо здесь это напишу. Поехали. Два Т плюс, два Т плюс, равняется Т минусиковая, два Т минусиковая, плюс Т маленькая, плюс И, плюс два Т. Как раз закон для однотранения. У нас получается из вот этого закона для белой и красной клевой, закон вот для двойной и белой. В той же самой книжке рассказано еще о двух теоремах. Примерно о том же самом, но вот чем отличаются. Одна теорема, если все происходит на сфере, а не на плоскости. Если кривая на самом деле не на плоскости, а на сфере. Понятно, что на сфере все немножко по-другому, потому что там не очень понятно, что такое внешнее касательное. Хотя тоже понятно. Прямая это такая окружность на сфере, которая делит сферу на две области. Так вот, господа, там теорема тоже есть. Она, правда, звучит чуть-чуть по-другому, чем я написал, но теорема там есть. И вторая теорема. Для кривых, в которых есть точки возврата. Смотрите, мы использовались тем, что у нас все эти кривые, это как глагол. А представьте себе, что дошла и пошла назад. Здесь вот касательная одна и вот так вот пошла назад. Оказывается, что тоже есть крайность, например, такого же типа, оно чем по-другому формулируется.